Дебальцево, захваченное боевиками на прошлой неделе, погружается в гуманитарную катастрофу. В городе нет света, тепла, воды, продуктов. Как живут в Дебальцево и его ближайших окрестностях, видеофакты собирали корреспонденты событий. Это восточная часть Дебальцево. На улицах боевики. А в разрушенной ими же пятиэтажке хоть как-то расчистить своё жильё пытается лишь одна женщина. 63-летняя Нина — единственная обитательница этого дома. Соседи эвакуировались до того, как город захватили. Теперь здесь тихо, но возвращаться люди не спешат. Это очень страшно. И чем это всё кончится, трудно объяснить. Просто люди утратили человечность. Так нельзя поступать с людьми. Прийти, разорить всё, разбомбить, уничтожить. Доставлять в Дебальцево гуманитарную помощь украинской стороне боевики запретили. Исключение сделали лишь для пяти машин Красного Креста. Продукты и лекарства разошлись мгновенно. Ни еды, ни денег, ни работы у жителей захваченного города нет. За пенсиями нужно ехать на подконтрольную Украине территорию. Но выезжать боевики не разрешают. А мы не работаем нигде, потому что нам кушать нечего. Поэтому нам необходима гуманитарка, чтобы выжить. Интерес к восстановлению города захватчики, судя по этим кадрам, не проявляют. Зато интересуются украинской техникой, оставшейся на окраинах города. Выискивают, что уцелело. Тепла, воды, света и связи в Дебальцево до сих пор нет. Всю последнюю неделю горожане наблюдали, как с улиц убирают тела погибших под обстрелами. В двух километрах от Дебальцево ситуация приблизительно такая же. В оккупированном Никишино Наталья и ее сын все ремонтируют сами. Три раза стекли эти окна. И я тоже свои забивала. У меня тоже окон не мало в моей хате. До обстрелов Алексей считал себя зажиточным. Работал на шахте, выращивал и продавал скот. Теперь покупателей нет. Ехать в оккупированное село никто не рискует. Нельзя заехать. Из тысячи жителей в Никишино осталось несколько десятков. И надежда у них одна. Только на себя. И на то, что все же наступит мир. Оксана Котова, Эмилия Денежная. События. Канал Украина.